здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала в первую очередь я хочу поблагодарить всех тех моих подписчиков которые активно участвовали в обсуждении по изготовлению кулона от фирмы дмс в моем последнем видео где я показывала мои первые пробные стежки попытки выполнить изделие в технике рококо напомню что вот такая вот у нас коробочка от этого изделия дает на такой вот кулон от фирмы дмс и фирма дмс предлагала выполнить эти стежки рококо ниточками перле ну а я выполнила ниточками обычными мулине дмс да и я вам показывала две заготовки и бросей у вас подсказать ваше мнение что вам больше нравится и в одном у нас мнение точно сошлось я пересмотрела все комментарии еще раз пересмотрела свои две эти заготовки подумала все взвесила еще раз проанализировала да потому что но когда делаешь первый раз не знаешь как выполнить и какой-то стежок появляется очень много разных сомнений правильно неправильно и еще не не очень набита рука поэтому есть очень много разных вопросов и вот ваши комментарии не помогли пересмотреть и правильно понять как мне нужно поступить в моем случае ну как я сказала во первых мы сошлись в одном мнении и вы и я то что нам нравится чтобы пространство кулона была полностью заполнена какими-то элементами и стежками вот так же я пересмотрела что первый дизайн был принципе хорош но там еще было много ошибок и поэтому не хотелось оставлять делать колорус со столькими ошибками а второй был пустоват ну поэтому решение было принято доработать второе изделие и сейчас поближе я вам все покажу вот так выполнила я второе изделие доработала у меня здесь я напомню было выполнено всего три розы крупные и два бутона я долго думала не решала что же мне здесь делать то ли крупные розы то ли бутоны и вот именно ваши комментарии меня немножко вдохновили и направили на завершение этого изделия рука сама потянулась и я выполнила еще четыре бутончика и пространство я заполнила белыми французскими узелками мне подписчица одна подсказала и это идея мне очень понравилась когда мы покупаем и нам оформляют букеты да вот это белое растение забыла как называется она очень приятно оживляет любой букет роз и поэтому я решила тоже добавить сюда этих французских узелочков набросать была идея дополнить вышить листики но так как с листочками у меня пока еще практики нет и не хотелось сильно долго искать и учиться как выполнять красиво зеленые листочки поэтому я решила воспользоваться вот французскими узелками и мне очень нравится то что получилось нежно очень смотрится на это основе мне приятно было с ней поработать и вот такая красота получилась мне очень нравится я довольна пишите пожалуйста ваше мнение как вам нравится не нравится и вот посмотрите да то что предлагалось как нам производитель предлагает да какой вариант выполнения и как получилось у меня ну без лишней как бы скромности я скажу что мой вариант мне это значит нравится намного больше кулон смотрится более завершенным ярче и интересней задничек покажу вам выглядит вот так все очень-очень достойно закрывается расскажу вам как я собирала это изделие так как у меня был опыт с линдой я поняла что линда очень сыпется когда я вырезала полукруг с большим запасом края я этот край очень хорошо обработала бесцветным лаком для ногтей чтобы потом можно было хорошо стягивать и я просто прошила ниточкой по кругу и потихонечку начала стягивать это изделие выравнивая на центр рисунка и хорошо что я обработала края линды лаком потому что если бы этого не было то она бы наверное очень сильно у меня посыпалась вот но потом я просто прижала две половинки я не делала там никаких не сшивание ничего потому что основа скользкая да и эта линдочка постоянно хотела соскользнуть ну клеем я пользоваться не хотела поэтому я просто очень очень плотно прижала вот эти эту вторую основу и кстати здесь мне помогал муж потому что действительно очень такие они эти зажимчики крепкие просто так их не сожмешь не отожмешь хорошо выполнен кулон качественно мне очень понравилось может тоже очень понравился понравился этот кулон он говорит так делай их больше будем дарить женам мои моих друзей но идея конечно замечательная мне тоже хочется выполнить еще несколько кулонов для себя в другой цветовой гамме поэтому будет у меня еще поход в магазин уже не в этом месяце а в январе я хочу туда съездить еще приобрести несколько кулонов пишите ваше мнение как вам нравится не нравится как вы оценили мою первую работу мне будет очень очень интересно так и продолжим моим начатым процессом это ланарте любящие сердца я недавно показывала в покупках вместе с кулоном и не удержалась и тоже приступила к этому процессу кстати у меня новая волшебная палочка для любителей волшебных палочек вот такой вот счастливый олень предновогодний наряженный и он непростой он волшебный у нас есть здесь вот такая вот лампочка которая мерцает и создает абсолютно праздничное настроение вот он будет нас вас развлекать в ожидании новогодних праздников и так вернемся к процессу любящие сердца ланарты покупала вместе с кулоном и не удержалась я сразу приступила к вышивке этого набора напомню что размер здесь 25 на 25 сантиметров вот такой вот милый замечательный дизайн кто-то мне написал по моему что здесь изображена девочка мне почему-то кажется что это мальчик а девочка в паре должна быть вот она здесь но я конечно могу ошибаться пишите мне ваше мнение мне кажется это мама с мальчиком ну или сестра наверно с братиком не знаю честно пишите так и что у меня получилось получилось у меня совсем небольшое продвижение здесь мои магниты вот вот что у меня получилось что могу сказать по поводу отшива вышиваю здесь абсолютно без разметки вышивается очень легко вот за что я люблю линду как на ней приятно вышивать это вот самая самая приятная равномерка и у нее здесь такой приятный красивый цвет вдохновляющий к сожалению моя камера не передает оттенок хотя иногда случается так что при съемке не передает а вот когда я загружаю уже на youtube тогда цветовая гамма восстанавливается и видно уже настоящий оттенок но я постараюсь может быть еще фотографии сделать или как-то вам правильно показать немножко скрадывает цвет моя камера и есть больше желто оранжевых оттенков даже вот на картинке видно что цвет моя камера съедает так показала картинку хотела показать где нахожусь на самом деле дизайн небольшой вышивается он легко и быстро я начала с серединки серединка у меня пришлась на вот здесь вот где лица сталкиваются да вот такая точечка где есть носик и начинается подбородок у мальчишки вот этот участок я вышивала и вышиваю его вниз дошла до локтя до ручки вот здесь немножко и повернула к уголком чтобы вышить вот эти розочки они меня так вдохновляют так мне нравится этот уголочек розочки этот пэкстич легкий и вдохновляющий поэтому я добралась вот до этих розочек это все я вышила за один вечер причем вечер не полный каких-то несколько часов у меня было и я вот повышевала вышивается очень-очень легко очень приятно мне девочки писали что да действительно вышивается просто скоростными темпами простой и очень интересный дизайн вот и в планах у меня есть и продолжать работать над этим дизайном потому что его цветовая палитра простота и вот эта основа она меня вдохновляет поэтому мне хочется продолжать работать с этим проектом но к сожалению очень мало у меня времени достается этому проекту и достанется потому что я хочу закончить моих котов на крылечке золотого руно но мы сейчас доберемся до этих котов но тем не менее по чуть-чуть каждый месяц я планирую вышивать и я думаю что за два-три месяца 2020 года уже конечно я смогу завершить этот этот дизайн не ставлю я больших планов потому что у меня много очень начатых процессов и каждый процесс мне хочется вышивать не хочу себя отказывать откладывать и мучиться и ждать когда же я смогу повышевать какой-то процесс пусть хотя бы понемножку но я и буду вышивать и наслаждаться просто процессом но там уже как получится по настроению планы строить особо не хочу ну такой есть начало не все здесь очень нравится продолжаю работать и покажу вам в конце месяца что получилось также в этом месяце у меня появился еще один старт я не удержалась мне хочется в этом месяце начинать что-то пробовать открывать новые наборы не хочется себе ни в чем абсолютно отказывать обычно в декабре я стараюсь поскорее что-то завершить и дошить чтобы показать побольше работы в итоге года но в этом году у меня совершенно другое настроение такое гриво мне хочется начинать а завершать я буду уже с января все как-то у меня в этом году по-другому пусть так и будет надо ловить момент и вообще хобби себе нельзя отказывать раз настроение есть значит вот так я и буду вышивать и скорее всего у меня вот и еще старта в декабре так что ждите я давно мечтала приступить к отшиву выполнить эту игрушку от фирмы зингана серия минутка вот такой вот чайничек нужно выполнить в моем случае это в голубых тонах чайничек размер игрушки 14 сантиметров на 8 и на 8 сантиметров этот наборчик мне подарила моя рукодельная фея вот он у меня лежал лежал я все его на видное место перед глазами как бы на полочке ставила чтобы поскорее приступить но все как-то руки не доходили вот в этом месяце я решила что но все пора пора его брать в работу иначе руки никогда не дойдут потому что вышивать здесь особо-то ничего здесь самое основное это сборка и вот покажу вам комплектацию набора во-первых схема вот такая у нас здесь схемочка этих деталей нужно будет вышивать каких-то по три каких-то по 4 не тут вот этих вот этих деталей нужно будет вышить по 2 каждой да но эти просто по по 2 как как есть я уже точно не помню ну ладно нужно будет выше здесь необходимые детали и вот инструкция по сборке показано как нужно сшивать вот они все детали сколько тут нужны на вышивать видите показано как нужно собирать игрушку и при сразу при сшивании нужно наполнять синтепоном я обычно делаю все наоборот сначала сшиваю потом наполнять синтепоном возможно здесь моя ошибка вот покажем как у нас выполняется чайничек да какая вот прелесть и красота очень интересно я хочу попробовать себя и выполнить это изделие так как я не очень не умею шить поэтому все стежки для меня это будет новинку ну я думаю что по инструкции я разберусь руки то есть глаза есть чего уж там я справлюсь вот и хочу показать также что было еще у нас наборчики наборчики находились вот такие ниточки милые оттеночки красивые то ниточки пнк ниточки тонковатые ну очень даже нормально ведут себе себя в работе так все как было в пакетике такие оставила пакетики также наборе у нас были две иголочки я их поместила на горницу которую я делала к моим словам вот такая вот сова осенняя красивая моя совушка так и также вот такой вот пакетик бисера потому что будет у нас крышечка чайничка обшиваться бисером и здесь также есть вот такой вот бубенчик на крышечку очень он симпатичный и он или все работают глинит вот это такие вот материалы ну и были у меня мысли заменить аиду здесь аида 14 кант очень жесткая такая непослушная заменить на равномерную основу особенно вот из последних моих покупок в лавандовом цвете она такая нежно приятно и в принципе их хорошо смотрелся был взор но меня останавливает тот факт что во-первых линда очень сыпучая и я боюсь что я не смогу собрать достойно игрушку у меня получится также как с моим котом начнут сыпаться края и где то будет все это неаккуратно вот во первых во вторых очень сложно высчитывать и будет вырезать детали потому что все таки по клеточкам легче сориентироваться видите вот по схемке посмотрите здесь можно просчитать и аккуратненько сделать разметочку и вырезать все детали на равномерной основе мне кажется будет посложнее да конечно можно вырезать бумаги это сам шаблончик до приложить обвести потом вырезать но я боюсь пока дело такие вещи потому что первый раз выполняю такую игрушку решила сделать всеми оригинальными материалами какие есть наборе ну а когда я уже потренируюсь тогда я смогу уже делать что-то по своему усмотрению вот и покажу вам мои первые здесь крестики вышла я буквально пару ниточек просто попробовать и отложила потому что очень сложно работать с этой основой так здесь есть одиночные крестики то приходится закреплять ниточку постоянно отдельно чтобы не делать протяжек которые могут светиться потом через белую аиду вот и я отложила чтобы еще раз подумать может быть я заменю на равномерную основу ну вот еще раз вместе с вами смотря на все это моё максимум на всю мою организацию на весь этот набор я понимаю что я не буду заменять я просто возьму иголочку швейную такую остренькую и буду шить крестики швейная острая крупненькая иголочка чтобы можно было закреплять крестик в центре основы не делая никаких узелков и протяжек ну вот как-то так вышивки здесь немного как я уже показывала на схемке посмотрите видите совсем мало крестиков но здесь есть бэкстич и все-таки много очень одиночек то есть не сделаешь протяжку до сильную поэтому приходится постоянно вот заниматься закреплением ниточки вот такой у меня процессик новенький я надеюсь что концу месяца я смогу хотя бы выше да все элементы но сборка скорее всего будет в январе потому что на декабрь у меня планы по моему коту по моему коту от золотого руно на крыльчке которому мы сейчас с вами перейдем я покажу что у меня с котом а вот и мои карты над которыми я очень усердно работаю последнюю неделю с данным проектом я участвую в нашем совместном проекте мои любимые коты 2 это наборчик от фирмы золотое руно я здесь работаю сейчас уже над третьим и четвертым фрагментом то есть четверто я полностью завершила у меня третий фрагмент на исходе чтобы завершить третий фрагмент мне нужно до вышивать вот до этого края где сейчас с правой стороны у меня выше там мне нужно по эту границу полностью вышить это у меня будет завершение третьего фрагмента но работает здесь еще много и этот участок мне нужно успеть вышить до 20 декабря до нашего отчета потому что потом начинается новый отчетный период и мне нужно будет выжить еще один фрагмент в январе и еще один фрагмент феврале чтобы уже к концу совместного проекта работа была полностью завершена вышивается легко с настроением все замечательно но единственно что у меня скоро сейчас небольшая и поэтому времени у меня не хватает чтобы завершить этот процесс есть еще и другие процессы которым я сейчас уделяю очень мало времени но тем не менее хочется как-то успеть все хочется и процессами позаниматься и готов отшить но не знаю как у меня это все получится я конечно стараюсь но коты в приоритете как я уже сказала и я вчера сидела вышивала вечером и завершала моего вот этого рыженького котика точнее не завершала но уже к половинке я подобралась вот его лапки вот спинка хвостик вот здесь да но этот красавец уже вы его видели он у меня давно готов появилась птичка вот она воробушек вот здесь воробушек мне также очень очень нравится вот этот фон полокрестом и вот эти листики которые вышиваются крестиком и какие-то здесь растения вот эти цветочки да такие голубенькие нежные воробушки здесь будут летать но вот один воробушек у меня уже появляется где-то еще здесь будет 2 воробушек и много много зелени вообще вверху будет много полукреста поэтому меня это обнадеживает что все-таки я смогу завершить работу до конца совместного проекта но как говорится нельзя расслабляться нужно стараться и работать над этим процессом здесь очень очень красивые ниточки используются все такое яркое сочная вышивается очень легко как как я и сказала одно удовольствие и вот сейчас я вам показываю да то что у меня получается возможно еще сегодня я повышеваю где-то вот тут какой-то участок и перекручу возможно прям вот сейчас я сделаю перекрутку опущу немножко вниз основу и приступлю уже к этому участку буду стараться и надеюсь у меня получится мне нельзя расслабляться и оставлять какие-то участки на следующий месяц потому что ну следующем месяце придется тогда сделать большую норму поэтому надо подтягивать хвосты поскорей и завершать этот процесс завершать моих готов и вы представляете феврале значит я должна завершить процесс тогда в марте когда уже начнется весна мне будет готовая работа такая яркая летние весенние мне кажется будет очень здорово получить эту работу именно к началу весны такие у меня идеи задумки видите у меня здесь мои магнитики вот день и вишни мой снегилючек которые я сделала вот буквально недавно мой яблочко тоже магнитики я делала из пуговки такой вот симпатичная яблочко у меня к этой работе потому что у меня здесь сверху будут очень много ярких яблочек вот уже появляются но птичка мне вообще-то живет на кастом крафт вот это сейчас для видео я сюда и принесла так приятно наглаживать крестики когда уже работа отшита отшита уже конечно много много у меня скручено и вы не видите ну ничего еще чуть-чуть и я с гордостью радостью буду представлять вам готовую работу принципе по данному сюжету у меня все вот такая рукодельная делька у меня получилось есть у меня один финиш есть у меня два старта ну и есть продвижение по моим котам от золотое руно на этом у меня все я желаю вам хорошего настроения праздничного настроения здоровья но мы с вами увидимся новом видео до новых встреч и всем пока пока